всем привет с вами программа время че и сегодня отличный день чтобы попробовать что-нибудь новое владимир высоцкий говорил лучше гор могут быть только горы на которых еще никогда не был и эта фраза великого поэта исполнителя как нельзя лучше отображает суть альпинизма и скалолазания ведь каждая новая вершина это новый вызов и сегодня мы решили отправиться на скалодром чтобы лично узнать что же это такое скалолазание скалолазание зародилось как разновидность альпинизма но в настоящее время он уже является самостоятельным видом спорта спортсменов привлекает ощущение высоты и свободы этот захватывающий вид спорта развивает силу ловкость гибкость тела воспитывает настойчивость дисциплину и конечно же дарит ни с чем не сравнимое ощущение азарта и экстрима когда ты покоряешь подъем за подъемом вершина за вершиной сейчас мы находимся на скалодроме формат где главный тренер и кандидат мастера спорта по скалолазанию николай селевич будет проводить мне инструктаж здравствуйте николай сегодня вы знаете вы исполните мою давнюю мечту заняться скалолазанием я бы хотела поподробнее узнать об этом виде спорта первое на первое это только желание я на полпути к успеху конечно вы уже пришли это самое главное что вы сделали с собой необходимость иметь спортивную обувь и спортивную одежду обувь желательно то есть конечно специальная обувь это скальные туфли а вы знаете я читала о том что скальник есть скальная обувь и правда что ее нужно брать на два размера меньше смотрите она не обязательно бывает на два размера меньше она уже изначально идет меньшего размера она изначально поджимает пальчики таким образом чтобы нога была неподвижно это дает возможность ставить ноги на зацепочки очень маленького размера даже вот такого размера скальные туфли поскольку пальчики так достаточно жестко они держат хорошо ногу на стенде но для начала для первых тренировок лучше у своей привычной конечно ну то есть попробовать можно на самом деле и в скальных туфлях но они стоят там определенную сумму ну их надо покупать когда вы решили что вы хотите заниматься ну попробовать конечно можно в своей спортивной обуви а что касается возрастных каких-то ограничений детки начиная с двух лет уже начинают пробовать у них есть интерес дети начиная с 12 лет уже показывают результаты которые еще даже не снились грубо говоря украинским спортсменам основных направлений в скалолазание три вида это скорость там где спортсмены бегут на время то есть они бегут до определенной высоты то есть есть эталонная трасса то есть она стандартная по всему миру одинаковая трасса и задача спортсмена как можно быстрее пробежать то есть высота этой трассы 15 метров сейчас там ну если я не ошибаюсь около 6 секунд лучший результат 2 это сложность лазание с веревкой нижняя страховка используют вы с собой берете комплект оттяжек это специальные такие как бы два карабина из тропа и вы начинаете подниму подниматься на определенную высоту с помощью от веревки и третья разновидность это болдринг сейчас она набирает только оборот это отладание на вот таких вот стендах не высота у них обычно четыре с половиной метра и эта серия коротких трасс технически сложных но и физически сложных а скажите николай что самое важное в этом виде спорта сила гибкость растяжка факторов очень много первое на первое конечно сила имеет значение второе имеет значение вот именно гибкость и умение пользоваться своим телом то есть в этом виде спорта могут и девушки и парни девочки мальчики занимаются абсолютно на одних же и тех же трассах и могут создавать конкуренцию какие самые главные плюсы в этом виде спорта что он развивает первое-наперво это ну конечно вроде физически этом развитие абсолютно все группы мышц задействованы второе конечно ловкость и координация скалолазание появилась как вид альпинизма ну да такое подразделение альпинизма на данный момент она уже абсолютно практически отделилась от очень отличается вот скалолазание от альпинизма чем занимаются альпинисты они покоряют вершины для них задача подняться на вершину для скалолаза же самое интересное попробовать какую-то сложную часть скалы то есть не забраться на вершину а именно попробовать определенный маршрут хорошо николай а давайте перейдем к более практической части и вы мне покажите какие-то виды захватов есть какие вы упражнения делаете для развития силы пальцы да давайте я покажу базовые ну смотрите вот такие зацепки вот они глубокие такие как кармашек их называют карманами то есть их удобно держать есть полочки например вот такие зацепки они более уже такие пока ты ну либо вот такого образа то есть за них не схватишься всей рукой а только частью там какой-то фаланги есть еще пассивные зацепочки вот такие голубенькие вот за них самое неудобное держать необходимо уже чтобы работала вся кисть не только пальцы да конечно давайте подойдем к у нас есть специальный тренажер называется campus board вот этот тренажер называется campus board его придумал вольфан гюлих такой немец он когда захотел пролезть трассу надо на тот момент еще никому не посильную он придумал себе вот такие вот досточки да для новичков это занятие не не особо полезное потому что она достаточно травмоопасно то есть пальцы должны привыкнуть таким нагрузкам после чего можно пробовать заниматься на campus board это так чтобы те кто первый раз приходили не пробовать для для новичков я рекомендую просто висеть на них то можно попробовать сейчас увидите как это происходит можно делать вот такие перехваты просто верх них вот но можно например снизу сразу пытаться достать до верха точно также есть еще пассивные хватит когда раскрытая рука точно так же по таким шариком можно висеть можно подтягиваться можно пытаться перебрасывать руки вот мы висим можно подтягиваться можно делать вот такие перебросы ну и таким образом дальше перемещаться вот это называется фингерборд и здесь тренируется различного хвата ты пальца девается да здесь здесь скорее всего у вас получится да для занятия скала за ним существует специальная вот так называемые скальники или скальные туфли выглядят они вот так вот в отличие от обычных кроссовок они позволяют чувствовать скалу если у вас нет такой убави не расстраивайтесь начинать заниматься скалазанием можно и в обычных кроссовках или же на хорошем скалодроме всегда есть прокат скальников но если вы планируете частенько заниматься скалазанием тогда лучше приобрести себе скальники зависимости от качества и страны производителя они вам обойдутся от 700 до 2000 гривен одежду для занятия скалазанием выбирайте такую чтобы она не стесняла ваше движение прежде чем купить скальники необходимо их померять профессиональные скальные туфли лучше всего покупать в специализированном магазине конечно купить оба в интернете может быть значительно дешевле но тогда вы рискуете не угадать с размером к тому же скальники сильно варьируются в размерах от бренда к бренду и даже от модели к модели до нескольких размеров что касается новичков то им лучше воспользоваться прокатом скальников на скалодроме также важный совет не берите слишком маленькие скальные туфли топ скалолаза иногда втискивают ноги в очень маленькие сталинки для того чтобы стоять но маленькие зацепка и это очень больно вам нинусно чтобы ваши обувь так пережимала ногу чтобы вы не могли дышать ваша первая пара как офф unrelated можно хорошо прилегать и удобно сидеть на ноге кроме того если ноге боли очень трудно стоять на небольших зацепках из-за боли скорее двух ли бывают на шнурках на липучке и на резинке шнурки Немного лучше затягивать скальники, но скальники на липучках и на резинке легче одевать и снимать. Но все же более важным является поиск туфель, в которых вам будет удобно. Все шнурки, липучки и резинки будут работать нормально, если обувь вам будет подходить. Помните, что некоторые скальники со временем растягиваются, но, как правило, не слишком сильно, возможно, на половину размера. А вот несколько советов для более опытных альпинистов-скалолазов и тех, кто хочет более конкретные рекомендации по тому, как выбрать подходящие скальники. Многие опытные скалолазы покупают скальники такие, чтобы в них пальцы были согнуты и упирались на костяшки. Это более выигрышная позиция для пальцев ног, так как они таким образом зажимаются в замок и могут стоять на более мелких зацепках. Это может быть поначалу неудобно, но со временем нога привыкает к такой позиции. Если вы думаете, какие скальники покупать, жесткие или мягкие, то на самом деле ответ на этот вопрос и те и другие. Жесткий скальник поможет на мизерах и будет лучше стоять на очень маленьких положительных зацепках. Мягкие туфели лучше гнется и работают на пассивных местах под ноги. Большинство продвинутых скалолазов имеют, по крайней мере, одну пару каждого из видов. Ну что, Николай, я думаю, я готова к первой тренировке. Это прекрасно, но перед тем, как заниматься именно скалолазанием, как и любым видом спорта, необходима разминка. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, основная разминочка закончилась. Теперь можно переходить именно к скалолу. Отлично, к самому интересному. Давайте подойдем сюда. Давайте я вам подскажу вот здесь. Ручками беремся, вот смотрите, зацепочки разные. Выбираем, какие удобные зацепочки. Так как удобно. Ножки при всем, ну, как бы вам не хотелось, желательно ставить в разные стороны направления колен. Колено в одну сторону и колено в другую сторону. Вот так вот. Это более равновесное. То есть, когда мы стоим на больших пальчиках ноги, это самое равновесное. При этом центр тяжести пытаемся прижимать как можно ближе к стеночке. Не надо вот пытаться лезть. Вот, ножки в сторону и вот так вот оттопыриваться назад. Это возрастает нагрузка на руки и вы быстро так упадете. То есть, поэтому прижимаемся как можно ближе. Руки пытаемся держать прямыми. Потому что прямые руки медленнее остаются. Вот, да. Ничего. Вот, вот, если мы будем постоянно лазить вот так вот с согнутыми руками, мы быстро устанем. То есть, пытаемся их выровнять. Как это делается? Просто присаживаемся ниже. То есть, руки вот прямые, ножки согнуты. Таким образом мы и перемещаемся. То есть, вот, ножки в стороны, выбираем зацепочки. И так потихоньку перемещаемся. Ножки ставим ближе дальше. Вот таким образом. Ну. Давайте пробовать. Давайте. Пробуем. Посмотрим, что получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я больше не слезу отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня уже очень болят руки. И именно поэтому нас в школе заставляли отжиматься и подтягиваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко отдышусь и полезу до последнего. Прекрасно, да. Мы ж не лузеровцы. Да. Концо-то концов. Ох. У меня уже перехватывает дыхание. Я чувствую полностью все мышцы, которые у меня есть в организме и даже те, о которых я, наверное, не подозревала. Так, отдышались, лезем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я в полной безопасности, да? Я наверху. Да, можно отпускать ручки. И все, вы меня спасете. Болдеринг, он заключается в лазани по определенным зацепам. То есть это трасса, которая имеет определенную сложность. Например, вот у нас есть такая трасса по красненьким зацепочкам. И последняя, финишная, последняя зацепа. Ее надо удержать двумя ручками 3 секунды. Пробуем. А красненькая, последняя, фиолетовая, фиолетовая поля, да? Да, да, да. Вниз можно уже будет спускаться по любым зацепочкам. То есть задачу вы выполнили, да. Либо спрыгиваем. Да, 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 прекрасно поднимаем его. Ставим, 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 ставим ножки, ножки. Самое важное в этом всем деле, чтобы стояли ноги. Насколько ноги прекращают стоять на зацепках, ручки быстро устают. Берем последнюю зацепочку. И двумя руками ее все можно не поднимать. Раз, два, три. Да, вниз можно спуститься, можно будет чуть ниже спрыгнуть. Ставим ножку и думаю отсюда можно будет пробовать спрыгивать. Раз, вот так вот. Замечательно. Это было очень классно. Это было даже немножко страшно. Это было интересно. Знаете, это такой адреналин. У меня, конечно, очень сильно болят руки. Я их уже практически не чувствую. Но обязательно приду сюда снова. Потому что это очень интересно. Ну, помимо различных хватов в скалолазании есть еще такие разные понятия, как динамическое и статическое движение. Что такое статическое движение? Это когда я пытаюсь за счет сил вырвать себя до какой-то зацепы. Ну, это достаточно тяжелое движение. То есть необходимо, чтобы сильно работала рука. Можно сделать это же движение намного проще за счет движения, ну, толкательной силы ноги. То есть вот мы встали и сделали вот такое движение. Практически не нагружаю руку. Точно так же дальше перемещаемся. Есть еще вот такое, когда мы не можем достать до какой-нибудь зацепы. Вот мне надо дотянуться до вот этой зелененькой зацепочки. Каким-то образом. Что с этим можно сделать? То есть динамик. Это вот такое движение. Вот. Ну, таким образом можно перемещаться по скалодрому различными путями. С вот этих двух зацеп, точно так же до этой зацепы тяжело дотянуться. Как бы я ни хотел, мне даже с моим ростом, ну, как-то будет тяжело туда достать. Что же с этим делать? Ну, можно использовать опять же силу ног. Выглядит, что это приблизительно вот так. Вот таким образом можно тоже перемещаться по скалодру. Вот такая у нас есть горизонтальная стеночка, по которой можно тоже перемещаться. Начинаем лазание как обычное по стеночке и просто потихонечку перелазим на потолок. Как ручками, так и ножками. Выбираем удобные зацепочки. Очень важно, чтобы хорошо стояли ножки на зацепах. Пока не будут стоять ноги, силы могут быстро закончиться. Поэтому надо выбирать удобные зацепочки и для рук, и для ног. То есть использовать различные приемы. Где-нибудь здесь зацепочка. Вот я с помощью ножки держусь за какие-то определенные зацепки. Вот таким образом. Также можно еще покрутиться и использовать ножки вот таким образом. даже самые маленькие зацепы можно держать на потолке. Вот так. Николай, спасибо вам большое за такие подробные ответы и за такое интересное знакомство со скалолазанием. Я больше не смею вас задержать, потому что вас ждут другие спортсмены. Спасибо вам большое. И мы обязательно придем к вам вновь всей съемочной группой. И уже не работать, а отдыхать. Спасибо. Я очень рад, что вам понравилось. Приходите еще к нам. Занимайтесь скалолазанием. Это полезный вид спорта, абсолютно безопасный. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. Вот наша программа и подошла к концу. Сегодня мы вам рассказали, что такое скалолазание, какие виды его бывают. И что нужно для того, чтобы начать заниматься этим видом спорта. И ты, да ты, выключай свой компьютер и приходи заниматься скалолазанием. Тебе обязательно понравится. Это был Робинзон ТВ. Оставайтесь с нами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok